С прошлого года инициативные группы горожан могут вносить свои предложения в администрации районов. Это касается благоустройства территории, установки освещения, обустройства мест досуга. Благодаря идеям жителей в центральном районе уже появилось несколько детских игровых площадок и отремонтировали часть дорог. В этом году городским проектом местного бюджетирования воспользовались родители воспитанников и сотрудники 177 детсада. В сентябре прошлого года по решению депутатов Барнаульской думы было выделено порядка 20 миллионов рублей на те проекты, которые реализуются в городе Барнауле по инициативе граждан. В связи с новыми экономическими ситуациями программа эта расширилась до 38 миллионов рублей. Я считаю, что это очень важное начинание и то, что оно поддержано на уровне правительства Российской Федерации, это большой плюс. Строительством объекта занимается компания «Дорстрой». На сегодняшний день на территории сада уже установили бордюр, засыпали гравии и приступили к асфальтированию дорожек. На благоустройство объекта выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. У нас на этот год только по краевой программе три проекта будут реализованы, в основном на пригородной территории. Поэтому центральная часть города по объективным причинам не могли принимать участие в программе в краевой. Поэтому по инициативе депутатов «Единой России» была разработана городская программа поддержки местных инициатив. Работу планируют завершить к началу июля. Также в планах установить освещение на участке улицы Пролетарская. Маршрут дошколят от Челюскинцев до переулка Малого-Пруцкого. Всего в этом году в краевой столице в рамках проекта инициативного бюджетирования должны реализовать 22 проекта. София Ценко, День с толком.